Субтитры создавал DimaTorzok Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и его благословения! Телеканал «Татарстан. Новый век» начинает трансляцию из Галеевской мечети, столицы Республики Татарстан. Поздравляем вас, уважаемые телезрители, со светлым праздником Ураза-Байрам, праздником, который знаменует собой окончание священного месяца Рамадан. Сегодня здесь ожидается выступление муфтия Камиля Хазрата Самигулина с проповедью. Байрам Иртасырухын бұлэ гитип, Казан мәркәзі өзәгіндегі тарихи ғибететхиналардың бірсі, ғалиев мәшетінде яңғыраған Аллах сөзләрін тыңлыуға кушылырға шақырабыз. Алсан- sүтәбілгә Mәрі жүміп үүү castle-қақті, үз Кискілі Үнио аұнаты Floын цы үүйті бұл үді үйя симқ үл үйті өзіңіз, үмі үйңіздің Срاط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم لفروجهم فيها حالدون والذين هم لفروجهم في صلواتهم والذين هم لفروجهم في صلواتهم Продолжение следует... 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 а затем в Мадерсе Маккенур в Стамбуле. В этом году Ильяс Хазрат окончил Казанский центр подготовки хафизов в Куран Рашида, но заучивать Куран он начал еще в возрасте 23 лет. Сейчас Ильяс Хазрат является имамом в мечети Усман Буинского района. Считаю, что мусульманам этой махалле очень повезло, что у них проповедуют образованные, знающие слова Аллаха-человек. В эти минуты Ильяс Сабиров читает суру «Аль-Му'минун» — «Верующий». Она состоит из 118 аятов. В ней, в частности, повествуются о создании Всевышнего Человека и природы, об истории пророка Нуха, алейхиссалям, и его ковчеге, а также послании других пророков — Худа, Мусы, Харуна, Аисы, которые читали для людей слова Аллаха. Но тогда люди отворачивались и отвергали посланников Всевышнего. И когда наступит судный день, то чаши весов покажут, кто обретет благо, а кто потеряет самих себя и навечно останется в аду. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فاجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرون ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وليس قد أمتعنا من المهلكين وليس قد أمتعنا من المهلكين وليس قد أمتعنا من المهلكين в последнее время для настоящее время, логичного, куркаем-эхлақ, комиссии фатлы шахты сетево. Билы рамазан, иди отру режима сонулары билан келді, хамбез мусульманар, анын ауэрликларын мемкинликлерге орылдиралдых смын. Муқтаждар хам ярдылар турнда койгырту кишейдегіне, кунсойен міннер шекшига койна резық тұратылды. Бу-ыштә yüzлер шеволонтерлар риясыз хызмет етті. Хазиратлар мұғалимнер дәресләрін интернетқа көшіріп, онлайн раушта алып барды. Хаттәки республика күләм ифтарда ұзды. Хам ифтар ашын ұлған елдағыдан икі тапқырға көбірек, 30 мінн кишеге иләріне ілтіп берілді. Рамазан айы, Закат-үл-фитр, ураза тәмамлану ұңайыннан беріле тұрған сәдіға тапшыру уақытыда. Әлігі сәдіға дейін көзілігінден бойстан алған кишінің рамазан айында ураза тұта алуына ұраббысына рәхмәт езінден, әм ураза кемшіліклерін түзәту үшін білгілі бір кишілерге берген сәдіғасын. Оның мақсаты, мұқташ кишіні өзі яшыған жерліктәгі шортларға тұру кетіріп, бір күн тұқланырлық әзіпілінді менеду. Әмшуның білән аның ертінді да бәйрәм рухын тудырыға бұл ұшылық күрсәту. Әзәккәт әм фетір сәдіғасы ақшаларын жиіп, оларды мұқташылар ішін айырым ұйышмаларға әмішанышылық ішілерге тапшырырға yәры. Бұл өбич әтатарыстандағы оғыл әм қола мәшетләрі фетір сәдіғасын тұратыны өз үстіні алып, мақсус торқмалар бұлдыра. Шуға көрә мәшеткә келіп, фетір сәдіғасын шул ұрында қолдырырға бұла. ғайыд намазы бұл мағаш, мәшеткә ұқпарып келіп сізгі ауыр болса, садақаны банық картысында көшіріргі әмімкі. Қайрия фондлары ғам мәшетлер қарты номерінда исап, исап шотында өзілерінің сәд сәл шілтерлердегі сахифелерін әуірнаштыралар. Ераббым, ұшбұ садақа бер үшіні ауыр ғазаплардан ғам әфәтлерден сақла. Құнақларың ғафуид, иманың қамелікі, малың арттыр, изгішләрінді ердәмейді. Бұл фитір садақасын тапшыран күші үшін дұға. Татарыстан Яңғасыр телевизион каналы Ораза бәйрамінің бүгінгі шараларын тұрдан-тұрдрансалет сілуінін дәуі әміттіра. Қамбіз сізнің қабад Құр'ан-Қафиз, Ильяс Сабировнің ұқуын тыңларға шақырабыз. Хам бґldұл ұқамын ұқ отдіра. Қатті Қағыз ұқыз үн күзі ұқағы қандұп е ul-қыт бүгін ұқыск қабық. үші ұқыз беріңы сізнау аizim ұқық. үші ұқыз тақын-ұұ Кына сізуі Бұдің ұқыр. үчі ұқырұл ұлдұрым قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْجَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِعَبَاءَهُمُ الْأَوْوَلِينَ Рамадан — это месяц добрых тел. В это время нуждающиеся члены общества достаиваются повышенного внимания со стороны верующих. Также месяц Рамадан — в этот месяц есть особенная милостыня. Она называется «Закят-Уль-Фитр». Это своего рода налог разговения, выплачиваемый от каждого члена семьи до начала праздника, а точнее до праздничной молитвы. Данная милостыня является заключительным условием для принятия Творцом соблюденного поста. Закят-Уль-Фитр выплачивается в первую очередь в пользу бедных и неимущих мусульман. В некоторых мусульманских странах существуют специальные министерства и ведомства, реализующие на нужды бедных средства, поступившие от Закят-Уль-Фитр. В Татарстане этим важным делом занимаются мечети и благотворительные фонды. Верующие передают свой Закят-Уль-Фитр в местные мечети, где устанавливаются специальные ящики для сбора. Но в нынешней ситуации, когда в мечетях не проводятся коллективные молитвы и посещение общественных мест не приветствуется, разрешается переводить деньги на счет той или иной мечети и благотворительного фонда онлайн. Например, благотворительный фонд Закят Духовного управления мусульман Республики Татарстан для удобства мусульман осуществляет сбор пожертвований фитра Садака дистанционно, чтобы потом распределить их нуждающимся. Если мусульманин выбирает такой путь передачи милостыни, то для этого нужно найти официальный сайт фонда либо его официальную страницу в соцсетях, где указана вся необходимая информация и дальше следовать инструкции. Закят Уль-Фитр можно передать нуждающимся и самостоятельно. Напомню, что для размера фитра Садака установлен в сумме от 100 до 600 рублей с каждого члена семьи. Если вы выплатили Закят Уль-Фитр в начале Рамадана или в середине месяца, то он также считается выплаченным, потому что его время с начала месяца Рамадан и до праздничной молитвы. Мы просим Всевышнего Аллаха принять ваши добрые дела, просим о его милости за вашу доброту. Предлагаю вновь послушать коранические аяты в исполнении Хафиза Ильяса Сабирова. И Согласия Илькра Ильяса Сабирова. Субтитры создавал DimaTorzok Бел قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل مان ربو السماوات السبعي وربو الأرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون 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 Субтитры создавал DimaTorzok Напоминаем, что праздничные мероприятия Ураза-Байрам 2020 года из Галиевской мечети Казани транслируются в прямом эфире телеканалов «Татарстан. Новый век». На сегодня это единственная возможность стать участником праздника. Конечно же, это вынужденная мера, принятая в связи с угрозой распространения инфекции, и Духовное управление Республики ограничилось праздничной проповедью в прямом эфире. Весь мир сегодня так встречает один из главных праздников ислама. Например, и в Египте, Сирии, Иордании, Алжире коллективные праздничные молитвы в мечетях отменены. Также и в Марокко и Турции эти молитвы в мечетях запретили проводить. В Египте планируется телевизионная трансляция праздничного намаза, в котором будут принимать участие только персонал мечети. Возможно, одно из немногих стран, где будет проводиться праздничная молитва в мечетях с участием верующих, это Палестина, но, конечно же, с соблюдением строжайших мер безопасности. Согласно масхабу Абу Ханифы, к которому мы, мусульмане Татарстана, себя относим, молитва в нынешней ситуации не совершается. В частности, об этом рассказал муфти республики Камиль Хазрат. Он отметил, что в соответствии с ханафитским масхабом праздничный намаз является ваджибом, поэтому условия действительности соответствуют тем же условиям, которые необходимы для действительности пятничного намаза. Но в условиях распространения эпидемии обязательности выполнения праздничного и пятничных намазов вместе с джамаатом аннулируются. И поскольку оба намаза должны быть прочитаны в мечети, выполнять праздничный намаз у себя дома не является обязательным. Следовательно, выполнение намаза, подобных праздничному, дома не является условием. В книгах по исламскому праву в сложившейся ситуации советуется выполнить два или четыре ракаата нафель добровольного намаза в то время, когда должен быть прочитан праздничный намаз. Пусть и Вишней Аллах примет наше поклонение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...